Здравствуйте дорогие друзья! Компания Санаториумс является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Сегодня мы для вас проведем видео экскурсию по отелю Леонардо Плаза, который находится на курорте Эйн Бакек на Мертвом море в Израиле. Посмотрим, какие категории номеров предлагаются, как организовано питание и узнаем возможности лечения. Отель Леонардо Плаза расположен на втором ярусе от побережья Мертвого моря. Расстояние до пляжа составляет 850 метров. До главного медицинского центра курорта Dead Sea Clinic от отеля Леонардо Плаза 3200 метров. Для того, чтобы оценить особенности расположения отеля по отношению к Мертвому морю и медицинскому центру, предлагаем посмотреть на него с высоты птичьего полета. Продолжение следует... Итак, друзья, начнем наш видео-обзор. В отеле Леонардо Плаза 280 номеров. Есть номера и для людей с ограниченными физическими возможностями. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. Отмечу, что в отеле работает и русскоязычный персонал. Для удобства передвижения гостей по отелю здесь установлено 4 лифта. А сейчас приглашаю посмотреть на номера. Двухместный номер стандарт. Замки электронные на карту. Площадь номеров данной категории 22 квадратных метра. Номер состоит из прихожей, раздельного санузла и, собственно, спальной комнаты, где установлена кровать размером 2 метра на 2 метра. Это две кровати, при необходимости их можно раздвинуть. Номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Оборудованы системой климат-контроля. Есть чайный набор, электрический чайник, несколько видов чая, кофе, широкоформатные телевизоры, в том числе и российские программы. Есть небольшой холодильник без мини-бара. В некоторых номерах данной категории есть балкон. Вид из номера открывается на море. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. Отмечу, что на полу в номерах паркет. Во всех номерах запрещено проживание с домашними животными. В прихожей установлен шкаф-купе, где гости найдут электронный сейф. Халаты предлагаются гостям бесплатно, но их необходимо взять на рецепции спа-центра. Здесь вход в туалет. А здесь вход в ванную комнату. Где установлена ванна со съемным душем. Гостям предлагается набор полотенец. Индивидуальный набор для душа. Есть фен. Мы увидели, какие категории номеров предлагаются. А сейчас посмотрим на ресторан и как организовано здесь питание. Ресторан в отеле Леонардо Плаза на 430 посадочных мест. Завтраки в отеле предлагаются в форме шведского стола. На завтрак гостям готовится свежая выпечка, пицца, панкейки и другие хлебобулочные изделия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из напитков на завтрак предлагается 5 видов газировки, 2 вида сока, вода и горячие напитки. Это несколько видов чая, есть заварной кофе, а также могут приготовить эспрессо или капучино. Обед и ужин проводятся в форме шведского стола. На буфете 2 вида супа, горячие блюда из нескольких видов мяса, гуляш, мясные рулетики, мясо птицы и рыбы. На гарнир 2 вида риса, картофель фри и запеченный картофель. Стол с большим выбором макаронных изделий и 4 вида соуса к ним. Салат-бар с 10 видами салатов, 5 видов соуса, холодные закуски и свеже нарезанные овощи и зелень. В отеле делают сладкую выпечку. Как вы видите, большой выбор десертов, тортов, пирожных и желе. На обед и ужин гостям из напитков предлагается 2 вида сока, вода и 5 газированных напитков. В холле возле рецепции расположен лобби-бар с открытой террасой. В отеле Леонардо Плаза нет собственного лечебного отделения. Все процедуры и прием и осмотр врача гости проходят в главном медицинском центре курорта ДЭЦИ Клиник под чутким руководством опытнейшего врача, доктора медицинских наук, профессора курортологии Михаила Ривкина. До клиники от отеля Леонардо Плаза 3200 метров. Для гостя будет организован бесплатный трансфер. За благовременно трансфер приезжает за вами в отель и привозит ко времени начала процедур. Клиника начинает работу с 9 утра. Покупая путевку с лечебным пакетом на санаториумс.ком, все лечебные процедуры, пациенты проходят именно в ДЭЦИ Клиник. Здесь и проходит вступительный осмотр врача, где определяется, какие именно процедуры вам будут назначены. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в клинике ДЭЦИ Клиник с главой клиники, профессором, доктором медицинских наук Михаилом Ривкиным. Михаил практикует на курорте уже с 96-го года, более 20 лет и занимается лечением пациентов. Лечением лечения пациентов с различными заболеваниями, которые имеют показания для... Какие заболевания приезжают пациенты на мертвую больницу? Ну, основные, скажем так, три группы заболеваний, которые имеют показания для приезда на мертвое море. Мы называем первую группу, основная группа заболеваний, это заболевания кожные. В этой группе заболеваний представлены, конечно, псориаз, распространенный псориаз, очаговый псориаз. Заболевания атопической дерматит или нейродермит, это основные заболевания по кожной патологии, которые имеют показания. Далее, опорный ответственный аппарат, безусловно, вода, миротомырия, грязи лечения. Это артриты, различные этиологии, в том числе и рематоидный артрит. То есть, остеохондроз позвоночника всеми любимый, куда от него деться. Далее, артроз, артриты, ну и заболевания, конечно, вертоброгенные, то есть, заболевания позвоночника. Протрузии дисков, грыжи патии, грыжи дисков и так далее. И третья группа заболеваний, большая заболевания органов дыхания. Это, прежде всего, бронхиальная астма, хронические рецидивирующие бронхиты, хронические рецидивирующие, часто повторяющиеся пневмонии и лор. Лор-патология, лор-заболевания. Это основные три группы. Ну и, безусловно, еще четвертая группа, которая лечится, скажем так, имеет показания на всех курортах заболевания. Это антистрессовая терапия. Это, можно сказать, не заболевания, а какие-то пограничные неврастыни, нарушения сна и так далее и того подобного. Вот такие основные метки, которые я хотел. Достаточно большие группы, да, и, я так думаю, большое количество методик, которые вы применяете, они различны, в какой-то степени сходны при этих группах, которые применяются. Что это за методики и какие процедуры может получить пациент с заболеваниями кожи в ДСИ клиник? Мы вообще говорим, что основной метод лечения на мертвом море – это преформированный фактор курорта. То, что есть на мертвом море. То есть вода мертвого моря, понятно, купание в воде мертвого моря. Грязь и лечение пилоидотерапия. Возможно, таласотерапия немного. Ну и, конечно, климатотерапия мертвого моря. Уникальный климат мертвого моря. Солнце не обжигающее, потому что мы находимся во впадине минус 400 метров. Мы находимся у мертвого моря, где пациенты получают основные процедуры. Это солнечные ванны и морские ванны. И непосредственно купание в воде мертвого моря. Расскажите, как это проходит и почему это все же так полезно? О свойствах воды. Безусловно, это полезно. Но я хочу сказать, что есть небольшие ограничения. Поэтому я в начале нашей беседы все-таки хочу подчеркнуть, что вода мертвого моря – это необычная вода других морей и океанов. Вода мертвого моря имеет в своем составе 33% солей. Это достаточно много. Я вам даже скажу немножко, может быть, по-другому, чтобы было понятнее. Если воссоздать в домашних условиях воду мертвого моря, концентрацию воды мертвого моря, то нам надо на ванну, обычная домашняя ванна вмещает 150 литров, всыпать, засыпать в мешок 50 кг соли. Вот так, наверное, становится более понятно, насколько насыщена вода мертвого моря. Поэтому есть ограничения для принятия морских купаний. Мы рекомендуем в воде мертвого моря находиться не более 15-20 минут. 2-3 купания за день можно совершать. То есть как бы час – это время, которое надо поделить на несколько равных частей. Через 15-20 минут после купания необходимо обязательно ополоснуться под душем, не обязательно смывать это мылом, какими-то моющими средствами. Все пляжи на мертвом море оборудованы душевыми. Почему? Потому что есть вероятность раздражающего действия воды на кожу, если не прислушиваться к рекомендациям доктора и долго находиться в воде. Поэтому 15-20 минут достаточно. Что может быть? Может быть даже почесуха. Может быть эффект, так сказать, химической потницы. От солей мертвого моря гипернасыщенный раствор. 33%, как я уже сказал. Поэтому 15-20 минут – это достаточно времени экспозиции для нахождения в воде мертвого моря. 15-20-30 минут можно отдохнуть, полежать на лежаке или на полотенчике прямо непосредственно на пляже. Потом опять зайти в воду. И вот мы с вами посмотрим, как пациенты… Тоже очень интересно. Посмотрите, как пациенты купаются в этой воде. Значит, как поплавки, да? Как поплавки находятся в воде или лежа на спине. Вода за счет своей плотности подбрасывает на поверхность. То есть мы с вами испытываем эффект невесомости. Ни с чем не сравнимое чувство. И, в общем-то, нигде это в мире невозможно повторить. Именно в воде мертвого моря. Посмотрите, вес тела, вес нашего тела в воде мертвого моря равен всего 150-200 грамм. То есть происходит разгрузка опорно-виденного аппарата. Это уникальное море на самом деле. Посмотрите, проблемы с грыжами, проблемы с протрузами, с пролапсами дисковыми, проблемы различных органов опорно-виденного аппарата в верхней и нижней конечности. Происходит разгрузка всего тела. Посмотрите, как пациенты в данном случае, как она парит над поверхностью воды. В общем-то, даже так можно сказать, да? Смотрите, очень интересно. Это, на самом деле, уникальная вода. Поэтому мы, конечно, предлагаем и всех направляем именно на Мертвое море получить весь этот комплекс уникального природного заповедника. Для пациентов с заболеванием дыхания тоже главным является климатотерапия? Конечно, климатотерапия. Воздух сухой, насыщенный минералом. Достаточно чистый, потому что это заповедная зона Мертвого моря. Здесь нет никаких особых загрязняющих факторов. То есть дороги практически с каким-то крупным экстральзмом здесь нет. Никаких заводов, никаких фабрик. Вообще заповедная зона. И на самом деле заболевания вооруженных дыханий лечатся здесь хорошо. Климатология, в основном климатотерапия. Даете ли Вы какие-то рекомендации перед тем, как ехать пациенту? Стоит ли им как-то подготовиться? Ведь многие из них получают и лекарственную терапию, в том числе и... Да, и гормональные препараты. И гормональные препараты. Да, в основном пациенты с хроническими дерматозами. Да, мы рекомендуем, конечно, за 1,5-2 месяца не использовать, по возможности не использовать или понизить дозы гормональных препаратов. Что касается рематологических заболеваний, то, конечно, мы рекомендуем приезжать не в активной фазе. Не обязательно. То есть клиника такой небольшой, хотя бы лабораторной ремиссии более-менее. Как мы уже подчеркнули, лечение комплексное. Климат – это главный фактор. Климатотерапия. Да, климатотерапия. Процедуры. И процедуры. Что есть в арсенале клиники ДЭЦИ-клиник, что можно использовать? Достаточно большой в перечень процедур, которыми мы располагаем, и которые мы можем, в общем-то, применить для лечения той или иной патологии. Скажу Вам так, наверное, где-то около 100 видов различных лечебных процедур клиника имеет в своем распоряжении. Это и таласотерапия, это и физиотерапия, это и классические различные виды массажей в том числе. Ну и, конечно же, консультации докторов по различным проблемам. Лечебная косметология и нелечебная, в общем-то, косметология. Процедуры на красоту тела. Почему нет? Пациенты приезжают, и женщины, и мужчины хотят за это время что-то сделать с лицом, что-то сделать со своим телом. Поэтому, в общем-то, и обертывание, и укутывание, и различные виды массажа, конечно, входят в эту лечебную программу. Это мы все можем предложить пациентам. Конечно, существуют противопоказания для посещения курорта. Кроме общих противопоказаний, о которых многим известно. Может, перечислить их? Может быть, есть еще какие-то? Из противопоказаний мы можем только единственное, что отметить. Может быть, перенесенный инфаркт миокарда или геморрагический инсульт. Не ранее, чем через полгода онкологические заболевания. Ну и, конечно же, ограничения, возможно, мы рекомендуем по детскому возрасту. Мы рекомендуем, конечно же, деткам до 6-летнего, 7-летнего возраста, чтобы они не приезжали на Мертвое море, чтобы мамы их не привозили. Потому что все-таки вода Мертвого моря очень достаточно соленая. Это насыщенный, гипернасыщенный раствор. Поэтому могут быть различные неприятные последствия. Когда пациент приезжает на курорт, и у него недостаточно медицинских исследований, какие есть возможности? Вы сотрудничаете с каким-то лабораториями, диагностическими? Как это происходит? Безусловно, если пациент не обследованный, и ему мы рекомендуем провести чекап, проверку, общую проверку, то мы здесь можем это провести. Мы вызываем в лабораторию, она приезжает к нам и проводим различные лабораторные исследования. За дополнительную оплату? Да, безусловно, конечно. Да, безусловно, дополнительная оплата. Диалог зашел о детях. Это очень такая волнующая тема, потому что дети страдают псориазом, в том числе, да, и атопическими дерматитами. Да, нейродермитами, атопическими дерматитами, да. С 6-летнего возраста, возможно... С 6-7-летнего возраста мы говорим, что можно приезжать с детьми, безусловно. В условиях клиники какие-то процедуры ребенок может получить? Да, безусловно, есть процедуры, которые он может получить в условиях клиники. Почему нет? Да, безусловно, дерматологические процедуры. Это возможно. Какая-то ограниченная физиотерапия, то, что можно провести. Лечебные массажи. Это возможно. Толассотерапия, безусловно. По грязь лечениям мы смотрим, конечно. Детей младше школьного возраста, конечно, есть ограничения, безусловно. Вот. Это все мы проводим, конечно. Индивидуально, все индивидуально. Специалисты, которые работают в клинике, в штате, какие врачи, каких специальностей работают? Ну, так как мы имеем показания для курорта, безусловно, здесь есть дерматолог, есть ортопед, есть врач-физиотерапевт, есть врач общего профиля, это терапевт. Мы приглашаем врача-диетолога, есть возможность. Ну, это основные специальности. Расскажите о дерматологе. Я знаю, что этот специалист работает уже, имеет стаж работы уже более 40 лет. Ну, много лет, да. Дерматолог женщина, поэтому так немножко опустим, сколько лет, но большой стаж работы. Ну, хочется подчеркнуть, что профессионализм. Да, профессионально. В клинике она работает более 15 лет, доктора Эльза, мы так называем. И она достаточно профессионально смотрит пациентов, осматривает, дает рекомендации и проводит процедуру непосредственно доктора-дерматолога. Это что-то, это очень важно. Да, какие-то всевозможные аппаратные процедуры, которые имеет ее кабинет, оснащен ее кабинет. Поэтому доктор-дерматолог проводит сама. В том числе аппаратное лечение. В основном сама. Это инфракрасная лампа. Значит, мы, когда какие-то процедуры делаем, да, экзема, псориаз, нейродермит, всякие дерматиты. После этого обрабатываем с первого аппарата, а потом уже кремом мажем и под лампой пациент лежит. Лампа растасывает все, что происходит на коже, хорошо выпытывается, кровообращение улучшается. А какие еще здесь проводите процедуры? Еще процедуры, вот лазеротерапия есть, там разные процедуры по дерматологии. Потом еще другой лазеротерапия, израильский аппарат. Вот этот аппарат работает. Значит, включается, значит, вот такие лучи появляются. Вот такие, вот так. А тут, а этот аппарат, именно вот эти насадки, поставляются на псориатической бляшке и акне. Разные насадки есть. Она проникает в глубину и разрыхляет псориатические корни. Очень глубоко действует. Вот это именно прикладывается вот так. Я пока не вкусила, вот так прикладывается. А тут просто обрабатывается. Какие сроки считаются оптимальными для нахождения на курорте с целью лечения? По срокам можно так немножко разделить. Какой оптимальный срок для нахождения на нашем курорте? Для того, чтобы приехать, возможно, отдохнуть пациентам, например, с нарушением сна. Может быть, достаточно и неделю. Но с хроническими заболеваниями, безусловно, требуется 2, а иногда 3 и 4 даже недели пребывания на мертвом море. В штате есть врач-ортопед, который проводит также процедуру. Врач-ортопед и врач-остеопат. Остеопатическая коррекция позвоночника. Сейчас очень востребована. Врач-остеопат профессионал высокого уровня. Преподаватель остеопатии в Израиле. Вот, поэтому он проводит и консультативный прием, то есть консультирует пациентов и проводит сеансы остеопатической коррекции. Какие-то процедуры он проводит или под его участием? Он проводит самостоятельные процедуры остеопатической коррекции и также процедуры на декомпрессии. То, что используется, как бы мы говорим, вытяжение позвоночника. Мы с вами присутствуем на выполнении сейчас процедуры сухого вытяжения или декомпрессии позвоночника. Пациенты, приезжающие на мертвом море, часть из них страдает заболеваниями вертеброгенного характера, заболеваниями позвоночника. Это и сколиоз позвоночника, и протрузия или пролапсы дисковые, или грыжевые выпячения, межпозвонковые грыжи позвоночника. Так часто встречающиеся патологии в сегодняшней нашей жизни, потому что гиподинамия, ну что делать, к сожалению, не улучшает. Да, 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 имеют последствия. Вот, эта процедура безболезненная абсолютно. Пациент лежит на кушетке, определенным образом у него фиксируются грудной и поясничные отделы, если ему надо сделать вытяжение пояснично-крестовой области. И компьютер, в данном случае аппарат компьютерного вытяжения, где закладываются определенные параметры, именно индивидуальные параметры данного пациента, и уже в автоматическом режиме происходит такое вытяжение поясничного отдела позвоночника. Можно также проводить процедуру с вытяжением шейного отдела позвоночника при таких же дегенеративных процессах в шейном отделе. Все, для этого есть приспособления, все есть. Процедура занимает 25-30 минут, как я сказал, она абсолютно безболезненная. После этой процедуры можно пройти на другие процедуры, например, грязелечение или массажные какие-то процедурки сделать. Также можно пойти в мертвом море покупаться, ограничений никаких не существует. 10-12 процедур – это считается хороший курс для восстановления позвоночника. Как правило, пациенты, страдающие грыжами позвоночника, знают, что рост потихонечку у них уходит. То есть если пациентка знала свой рост, например, 165-170 сантиметров, и она знает, что на 2-3 сантиметра она стала, так сказать, меньше, ниже, то после процедуры вытяжения можно эти 2-3 сантиметра добавить. Это на самом деле реально. То есть и компрессия в данном случае уйдет. Компрессия корешка – мы делаем декомпрессию. Мы делаем обратную физиологическую функцию. Вот такая процедура. Михаил, я благодарю вас за такой интересный диалог, рассказ о клинике и о возможностях, какие есть у клиники. Я думаю, что теперь многим стало понятно, как происходит лечение, что нужно для того, чтобы приехать на курорт, как нужно подготовиться к поездке. Спасибо большое. Я в свою очередь приглашаю всех пациентов, всех людей, которые хотят увидеть, прежде всего, кто еще не был на Мертвом море, увидеть курорт Мертвого моря, попробовать мертвоморские, мы называем это, процедуры. На самом деле они очень приятные и очень эффективные. Поэтому я приглашаю всех к нам на Мертвое море, с удовольствием их ждем и дадим им возможность почувствовать себя немножко, так сказать, спокойнее, уравновешеннее. Это на самом деле очень нужно. В нашу службу поддержки санаториумс.ком поступает много вопросов по курорту Эйнбакек. Мы сделали выборку самых часто задаваемых, которые сейчас обсудим с врачом. Доктор, скажите, пожалуйста, какие процедуры входят в лечебный пакет и можно ли их менять? Ну, составление пакета, в основном, мы здесь на месте пытаемся понять, с какими заболеваниями приехал пациент сюда к нам. То есть, какие показания для значения тех или других процедур. Вообще, клиника располагает более 100 различными процедурами. Например, если пациент приехал с заболеваниями опорно-видетельного аппарата, то, конечно же, эти 5 процедур назначаются, соответственно, заболевания опорно-видетельного аппарата. Например, заболевания суставов. Например, трит или артроз. Безусловно, здесь входит и массажный метод, и грязелечение, и физиотерапия. Если пациент приезжает с заболеваниями кожи, соответственно, для чего надо делать массаж? Понятно, что там будет таталасотерапия, и бальнеотерапия, и грязелечение. Если пациент приезжает с заболеванием органов дыхания, комплекс из 5 процедур будет составлять это, прежде всего, ингаляции с минералами мертвого моря и маслами, массаж уже определенный дыхательной, с дыхательной гимнастикой, с элементами дыхательной гимнастики, диафрагмальный массаж. Здесь же может быть назначение физиотерапии. Здесь же может быть назначение грязелечения, обертывая, например, в грудной клетке грязью. Мы процедуры составляем индивидуально, но этот пакет мы выдаем его всегда пациентам. Если пациент, у него есть какие-то определенные жалобы, или есть определенные пожелания по составлению пакета, мы идем навстречу и можем процедуру менять одну на другую. Это без проблем. На курорте применяется такая процедура, как купание в бассейне или в ванне сероводорода. Обычно в гостиницах, в спа-отелях есть небольшой бассейн, мы называем это купель, с водой Мертвого моря и с водой сероводородом, так называемые сероводородные ванны. Какой процент концентрация там? Вы знаете, я могу сказать, что здесь, в общем-то, незначительный процент сероводорода. Обычно 6-8% растворения сероводорода именно в воде Мертвого моря, то, что здесь используется. Сероводород, мы знаем, используется очень широко на многих курортах, в основном с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, кожными проблемами, но и в программах релакс-антистрессовой терапии очень хорошо сероводород. Несмотря на то, что все процедуры проводятся в главном медицинском центре курорта Dead Sea Clinic, у отеля есть собственный спа-центр с бассейном, наполненным подогретой водой Мертвого моря, размером 9 на 6 метров и приспособлением для людей с ограниченными физическими возможностями. Небольшим бассейном, оборудованным различными гидромассажными струями, джакузи и зонами отдыха. Двумя видами саун, финской и паровой, с охлаждающим бассейном-купелью. За дополнительную оплату проводят таласотерапию, различные виды массажей и на основе природной грязи Мертвого моря делают грязевые аппликации. В спа-центре отеля Леонардо Плаза есть два сероводородных бассейна, их размер 2 на 3 метра, наполнены они водой Мертвого моря с растворенным сероводородом. Гости пребывают здесь по 10 минут в каждом бассейне. Отмечу, что температура у них разная, здесь 39 градусов, а здесь 37. Эти бассейны показаны в основном при проблемах с опорно-двигательным аппаратом. После бассейнов гости отдыхают на лежаках. Сероводородные бассейны для гостей за дополнительную оплату. Возле спа-центра оборудован небольшой фитнес-зал. На улице для гостей к диспозиции есть большой плавательный бассейн, его размер 40 на 17 метров, он непроизвольной формы. Также для маленьких гостей отеля есть два детских бассейна. Все бассейны на улице наполнены простой водой. Также к диспозиции гостей в летнее время года работает бар. У отеля есть пляж, куда гости могут добраться несколькими способами. Первый вариант – это от главного входа отеля можно прогуляться пешком. Дорога до пляжа выглядит следующим образом. Выйдя из главного входа отеля, повернете налево и пойдете вниз с горы. Расстояние составит 850 метров. Ну вот мы пришли на пляж, здесь чистенько прибрано, спуск в море пологий. Второй вариант – это пройдя через спа-центр, мимо открытого бассейна, спуститься по ступенькам и вы выйдете на дорогу к пляжу. Расстояние составит 600 метров. Этот путь открыт с 7 часов утра до 17 часов вечера. Время может меняться. Третий вариант, самый удобный и быстрый – это добраться на автобусе, который возит гостей каждые 20 минут от главного входа отеля. Эта услуга бесплатна. Для маленьких гостей отеля Leonardo Plaza есть детская игровая комната с различными видами игрушек. Также за дополнительную плату гости могут воспользоваться игровыми автоматами. И есть еще одна комната с компьютерными играми Xbox и PlayStation. У отеля Leonardo Plaza есть своя парковка на 200 машиномест. Она для гостей бесплатна. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за обновлением авторских видеороликов, бронируйте отель Leonardo Plaza по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok